Дмитрий, вот ВБА обязала уже начать переговоры с командой Александра Поветкина и Энтони Джошуа. Начались ли переговоры? Переговоры, они не прекращались. И результат поездки в Кардиф и бой с Дэвидом Прайсом, это как раз результат длительных переговоров с командой Эдди Хирна, которая представляет и Энтони Джошуа и как раз Дэвида Прайса. Соответственно, по бою, по нашему дальнейшему бою, вообще мы должны были получить информацию еще на прошлой неделе. Это должно было быть предложение от команды Матчрум. Матчрум – это промоутерская компания, за которую выступает, с кем подписан контракт у Энтони Джошуа. И мы сейчас в состоянии ожидания. Тем не менее, мы видим, что происходит какая-то информационный сброс. И мы видим активности с точки зрения со стороны Вайлдера и со стороны Энтони Джошуа, что все они хотят этого боя. Но предложение не совсем корректное Вайлдер принимает. Поэтому они как-то на своем уровне решают это. Но тем не менее, я думаю, что мы добьемся нашего результата и сделаем этот бой для Александра Поветкина. У вас есть ли такая уверенность, что переговоры Джошуа и Вайлдера, они успехом никак не завенчаются? Ну, я думаю, они стараются просто раскрутить этот бой, поскольку все хотят, чтобы был пей-пер-вью. Причем пей-пер-вью был именно в Соединенных Штатах. Энтони Джошуа, допустим, я не думаю, что он сейчас соберет большой процент подписчиков этого боя. Мы предполагаем, что также Вайлдер, он может собрать порядка одного миллиона просмотров, это в лучшем случае. И это не та монетизация, на мой взгляд, для такого боя, поскольку промоутеры Вайлдера, они хотят тоже отбить максимальное количество вложенных средств Вайлдера. И поэтому я думаю, что они еще в пути, в переговорном, в пути нагнетания большого интереса вокруг этого поединка. У нас есть свои цели, у нас есть свои задачи, поэтому мы постепенно, стратегически ведем с ними такую дружественную борьбу. Все-таки нужно отметить, что Эдди Хирн – это наш порядочный партнер. У нас уже есть отдельная работа совместно по бою, которую Эдди Хирн организовывал в Монако совместно с нами, по Дмитрию Бивола. И интерес к дальнейшему сотрудничеству с нашими спортсменами у Эдди Хирна есть. Поэтому мы сейчас рассматриваем с точки зрения кооперации, такой коммуникации, более плотной коммуникации по поводу нашего сотрудничества. – Поскольку сказали, что только в начале пути где-то находятся Уайлдер и Джошуа в своих переговорах, вы уже где-то там в процессе становления, я так понимаю, есть ли какое-то понимание, что где пройдет бой, дата, возможно. Поскольку говорили сначала лето, но поскольку лето – это чемпионат мира, наверное, летом не получится. – Ну, я думаю, да, футбольный чемпионат мира вносит свои коррективы, и вся фанатская аудитория, она будет все-таки прикована к этому событию. Я думаю, что, возможно, это какая-то осень, причем сложно сейчас говорить, либо это будет начало в сентябре, как обязали WBA, но, как говорят, в любом случае можно было бы при принятии совместного решения договариваться и с WBA по поводу какого-то переноса, но на сегодняшний день мы говорим о регламенте, и регламент должен состояться до 15 сентября где-то ориентировочно, в эти даты должен состояться поединок с Энтони и Джошуа. Не исключаю, что именно эти даты и будут такими базовыми для проведения этого мероприятия. Что касается, где провести это мероприятие, тут рассматриваются разные варианты. – Помимо Британии. – Да, помимо Британии. И если предложение для команды Александра Поветкина, оно будет достойным, то я думаю, что не исключено, что мы согласимся и поедем на территорию, скажем так, нашего соперника. Также не исключаю возможность, что этот бой может произойти и в России, потому что интерес к этому поединку очень значительный, и аудитория, которая есть у Александра Поветкина и любителей вообще бокса, они, конечно, привлекут большой интерес к этому событию. Также, как мы знаем, по примеру, многих боев, когда, допустим, английские какие-то англичане или там с территории Великобритании спортсмены боксировали в каких-то странах, то большая прям фанатская группа выезжала, они бронировали там сектора, билеты, это все мы сможем организовать для того, чтобы принять у себя самым достойным образом и болельщиков в том числе. КОНЕЦ